Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить фасовку нашего популярного продукта в индивидуальном полиэтиленовом пакете. Планировалось осуществлять фасовку путем дозирования сыпучего препарата от простудных заболеваний в стиках. Потребитель, используя дозированный стиках, может приготовить препарат в форме, суспензии, которая хорошо усваивается организмом. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением фармацевтических препаратов, все время осваиваем новую продукцию. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Алтайском крае. Начать производить препарат в стиках планировалось через 5 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит фасовку препаратов стики с возможностью увеличения производительности машины. Основными критериями поиска были, во-первых, оборудование должно быть полностью автоматизировано, подача пакетика, сварка шва, обрезка. Во-вторых, управление машиной должно быть простым и понятным. Машину планировалось разместить в цехе сборки и фасовки. Важным условием было, по сути, обеспечение производительности не менее 10 тысяч пакетиков в сутки при односменной работе предприятия и возможностью последующего ее увеличения. Для выпуска препарата планировалось использовать плотные пакетики размером 15-3 см. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, температуру в помещении. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматическое оборудование для фасовки препаратов стики я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений, и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование фасовки препаратов стики я нашел у трех китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компанией не ответили мне, сможет ли их машина запаивать швы, обрезать пакетики в автоматическом режиме, обеспечивая на производительность одна тысяча пакетиков в час. Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу «Мы все сделаем». Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для фасовки в стике у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашим материалом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было, по сути, не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых представителей. Я не хотел проходить этот этап заново, и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано 4 компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний, я так и не получил ответа. Одна фирма предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке, и всю процедуру по установке оборудование, необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотный и конструктивный ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для фасовки, какой объем загрузки единичного стика. После предварительной консультации по телефону, специалист предложил автоматическое оборудование для фасовки в саше пакетиках и стиках. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для фасовки в стике была, по сути, сделана, менеджер выслал видеоролик оборудования. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина была, по сути, сделана из нержавеющей стали. Управление оборудованием было, по сути, автоматизировано, где исключалось влияние человеческого фактора. Шесть пакетиков одновременно фасовались, запаивались, и после обрезки поступали по металлическому желобу вместо сбора готовых стиков. Мы в течение двух недель после получения автомата смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Как итог, запустили в производство фасовку препарата в новой стиковой упаковке всего за четыре месяца. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору машины самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе оборудования для фасовки стиков было, по сути, правильным. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.